Мяч Дружбы. Турнир под таким названием состоялся на Тверском стадионе «Юность». Его специфика в возрасте участников. Это дети, причем даже не школьники, а детсадовцы. Несмотря на столь юные годы, борьба за победу шла самая настоящая. О его участниках и о том, кто победил, рассказывает наш корреспондент. Турнир Мяч Дружбы стал уже доброй традицией для областного центра. Идея его проведения пришла в голову заведующей детским садом номер 90 Екатерине Гулиной. Шесть лет назад, объезжая детские сады города Твери, я заметила, что все дети гуляют. И независимо от того, мальчишки или девчонки, все чеканят мяч, играют в футбол. И зародилась такая идея. А почему бы не объединить все сады и не создать такой проект, как Мяч Дружбы. К участию приглашаются все дошкольные учреждения Твери. На поле от каждой команды имеют право выйти по 4 человека в возрасте 6-7 лет. Причем мальчиков и девочек должно быть пополам. Да-да, юные представительницы прекрасного пола тоже гоняют и отбивают мяч с большим азартом. Девчонки тоже хотят играть в футбол. И мы девчонок ставим больше на ворота. Потому что все равно они за мальчишками угнаться не могут. Еще у нас мальчишки есть, которые все же занимаются футболом, ходят на секции. Девчонкам это тоже нравится. Стараемся выбирать таких более поджаристых девочек, которые более пошустрее. Ну и у них вроде бы получается. Команда детского сада номер 145 далеко не в первый раз принимает участие в турнире. Дело не только в том, что воспитанникам нравится этот вид спорта, но и в наличии условий. Детям очень нравится. Дети с азартом с таким играют в футбол и девочки, и мальчики. И у нас спортивная площадка позволяет. То есть мы не только в зале тренируем детей, но и с удовольствием дети играют на улице, на свежем воздухе. В недавнем прошлом профессиональный хоккеист, а теперь депутат городской думы Ян Барышев, помимо парламентской работы, еще и тренирует. Он знает толк в игровых видах спорта. И поэтому уверен, занятия футболом с юного возраста приносят огромную пользу. Это коллективный вид спорта. То есть они будут воспитываться в команде, будут играть друг за друга. Получается, это все за одного, как говорится. На самом деле это очень хорошо, когда ты воспринимаешь себя в команде, появятся какие-то лидеры, которые будут за кем-то стремиться. Я считаю, это очень хорошее подспорье, такие вот мероприятия для детских садов. В нынешнем году за победу боролись 170 мальчишек и девчонок из 18 юных коллективов. Первое место заняли Дешкалята из той самой четвертой школы, где девчонкам так нравится футбол. Второе место у детсада номер пять, третье у 14-го. Команды, оказавшиеся на пьедестале почета, получили памятные кубки. А вообще все участники турнира – сладкие призы. Продолжение следует...